Сейчас вот иду туда, за деревню, там есть такие поля, где очень много чертополоха, полыни, тысячелесника. Вот буду собирать. И еще не собрала полынь обыкновенная, но в этот раз очень мало вижу. Золотые шары зацвели, их тоже собираю, у них очень сильная энергия. Желтый цвет, сильная энергетика для ЖКТ. Ну и ромашка, конечно, дело в ромашковой массе, ромашковое масло. Настойки, сушить саму ромашку я не буду. Вот такой вот день чудесный. И малина, малины в этом году очень много. Ну, крапивы тоже много. Крапива вся здесь чистая, не больная. Вот как я под Москвой иногда вижу, прям много больной крапивы. Здесь травы чистые. Этих трав нет нигде. Все-таки не зря говорят Башкирия, это вторая Шевцария. Тем более, в север Башкирии никакого производства. Только травы. Ну, вот бодяг. Вот рома, видите, лопух. Его скосили, а он сразу цветет, потому что период. Ну, я вот иду за этим, да. Я иду за чертополохом. Вот я его буду сразу собирать и заливать. Потому что я его не добавляю вообще. Он колется, потом его трудно вытаскивать. Я его отдельно настаиваю, а потом, когда нужно, миксую. Ну, вот, пожалуйста, фенхель. Тысячелестник, лопух, цикорий, бодяг. Козлятник. А, вот и полынь обыкновенная на обратном пути возьму. Крапива. Ну, так я еще не дошла, куда шла. Вот подморенник весь уже отсвел. Но он заново начинает. Подморенник тоже собираю. И белый. Желтого что-то я в этот раз не видела. Еще задушить не еси. Пару раз его собирала. Зировой душится. Клевель. И вот такое. Вот здесь подморенник. Вот, я пошел заново отвести. Новый, да. Смотрите, бодяг. Розовый челистник, лопух, подморенник. Все есть. Цикорий. А, здесь лужу. Ее надо обойти. Вот, клевер красиво цветет. Василька очень много. И он здесь фиолетовый. Не синий. Хотя в некоторых регионах он синего цвета. А вот такие травы. Внучку оставила с племянницей. Они там пирог пекут. Она согласилась. А то она без меня никуда. Тысяча лесных. И вон тебя здесь очень чистый, красивый я собрала. Прям такие чистые, листые большие. Я вот наферментировала. На обратном пути тоже соберу. И вот так вот хожу каждый день. Собираю, сушу, обрабатываю. Заливаю, ферментирую. Все это надо сделать до обеда. Ну, здесь хорошо. Ночью идет дождь. Днем все сухо. Донника очень много. Зверобой. Вот доник зацвет. Цветает. Вот здесь белый доник. Здесь камыш. Вот здесь я собирала иван-чай. Очень-очень чистый. Здесь вот кругом цветет у нас это анис. Вот видите, белые цветочки. Это анис. А вот это чертополох, за которым я пришла. Я подальше пойду. Там плю много. А вот крапива. А вот крапива. Цикорий. Каждый день заваривают чай. Вот лапчатка гусиная. Ее тоже надо собрать. Желтый доник. Вот сколько вьюнка здесь много. Клевер. Потом здесь. Люцерно желтый вот цветет. Здесь надо обходить эту грязь. Не охота мне сюда сапогами залазить. Но придется, наверное, пройти по грязи. Что делать? Ух! Ух! О, надо теперь помыть сапожки. Вот. О, пижма зацвела. Пижма. Да, пижму тоже надо собрать. И вот здесь у нас репешок. Репешок. Это все три вида василька. Василек полевой, Василек луговой и Василек черный. Вот это черный. У него голова чернеет. У нас тут ромашки тоже много. Надо ходить искать. Вот такие вот кусты ромашки. Сразу собираешь. И у тебя готово. Вот. А это все белые цветы у нас. Анис. А это мы как-то называли. Вот это собачья голова. Как-то мы их называли. Вот их тоже надо собрать. Вот потихонечку я подхожу к своему месту. Смотрите, какая здесь крапива. Вот ромашка. А вот чистая, чистая в семенах крапива сидит. И здесь очень много я собрала успокаивающей травы пустырника. Весной я здесь собрала пелену черную. Сейчас ее нету. Вот насилька. У меня рука тоже очень много. Можно собирать. Вот анис. Вот скоро снимется. Семена вот тут будут пахнуть. Очень вкусно пахнет анис. Ну и вот так можно собирать. И полынь. Цветет полынь. Вот бодяг здесь много. Надо моего бодяг забрать. А то он рано отсвел у нас там. Вот я пришла. Это моя колючка. Чертополынь очень хорошо работает с сущностями. С магией, с колдовством. Работать надо с ними обязательно. Особенно сейчас на фоне всех этих привитых, уколотых и переболевших. Это очень актуальная трава. Но я чаще срываю именно цветочки. Ну и сами колечек стараюсь тоже брать, потому что в колючках сила очень большая, пока он не ушел в семена. И розовый тысячелестник. И розовый тысячелестник.